Привет всем, спасибо, что пришли. Это последний доклад сегодня, поэтому я вас не буду грузить всякими сложными штуками. Наверное, поэтому мне и поставили последний. Соответственно, как уже было сказано, я работаю в Ростелеком IT, мы делаем разные цифровые продукты для Ростелекома. От относительно простых веб-проектов, сложных систем видеонаблюдения, интерактивного телевидения, еще всяких разных. Команды разные, которые делают все эти системы, и подходы, и практика управления быкловым и требованиями в целом, у них тоже разные. В том числе кто-то использует подлюдческие истории, а кто-то использует сценарии, кто-то и то и другое. И сейчас мы про это с вами немножко поговорим. О чем мы, собственно, поговорим? О самих политических историях, но это достаточно и так. Это всем известная тема о сценариях, которая тоже очень популярна, хоть сейчас немножко забытой. И немножко на то, как их использовать вместе. Но что такое политические истории для тех двух людей, кто об этом здесь не знает? Это такой, придуманный не так давно, по-моему, в начале десятых годов, способ управлять быклогом и вообще требованиями в гибких методиках разработки. Во всяких разных аджайлах. В чем идея? Что мы просто описываем, что хочет пользователь. То есть мы идем от требований именно пользователя. Ну или того, кто этого пользователя у нас представляет в компании, в команде, какой-нибудь продуктовник, он выступает от имени пользователей. Поэтому от их имени пишут политические истории, где описывают, что они якобы хотят. И пишут достаточно просто и неформально. И поначалу действительно писали совсем неформально. Пока, если я правильно помню, Майкон в своей книжке не придумал такой формат их написания, ставший очень популярным и сейчас фактически, де-факто, стандарт написания политических историй. Всем вам известно. Я как пользователь хочу чего-то, чтобы что убрать. И критерии перенки. Про них мы еще, похоже, отдельно поговорим. И, вкратце, это какое-то описание того, как можно протестировать то, что политическая история действительно была сделана. Немножко такой странный концепт, но дальше мы про нее поговорим не поговорим. Кроме вот этого, самого распространенного формата, есть еще один вариант описания. Вот такой вот. Называется Job Story. Его придумали чуваки из интеркома не так давно в рамках своего подхода, методики Jobstube. Идея примерно такая же, единственное, что у нас тут нету вот этого пользователя, то есть актера, стейкхолдера, от имени кого мы говорим. И вместо него есть некий триггер, когда случилось что-то, я хочу чего-то, чтобы что-то. Ну, все это на самом деле такие игрищие вокруг да около, и оба этих варианта, они примерно по одно и то же. Мы там фиксируем стейкхолдера, либо триггер, если это у нас в Job Story, само требование и обоснование. И самое важное здесь, на самом деле, это обоснование. Из-за чего так в Job Story стали популярны, что наконец-то все стали думать, что мы прекращаем просто записать требования какие-то, потому что кто-то этого хочет, якобы, кто-то написал о них где-то в каком-то документе. Теперь мы обязаны это делать. Нет. Теперь мы в Оржайле все очень гибкие, с очень хорошей обратной связью, все время трассируем то, что мы делаем каким-то высшим ценностям, бизнес-показателям, и всем вот этим занимаемся, импокомеймингом. Поэтому обоснование очень важно. И это действительно классная штука, когда вы, типа, на уровне одного требования понимаете, зачем оно нужно. Если открыть какие-нибудь классические ТЗ, написанные по ГОСТу, 34-му, почти каждый фразик хочет задать вопрос, зачем? Зачем мы это делаем? Почему это вообще тут висит? Ну, в любом случае, полюбические истории, они фиксируют просто требования. Требования, причем, абсолютно разные. Вот все вот это, то, что здесь написано, это болидные полюбические истории. Но по факту, первый пример – это требования к функциям системы, второй пример – требования к полюбическому интерфейсу, а третий пример – это вообще нефункциональные требования, требования к качеству работы, скорости и так далее, и так далее. И все это у вас в одних и тех же типах, то, что сейчас называется модно, продукт-бэклог-айтем, какой-то элемент-бэклог. При этом изначально полюбические истории, они не очень детальны, и это даже считается преимуществом, что вы перед тем, как поставить какую-то задачу, положить его в бэклог, вы не тратите кучу времени на то, чтобы детально продумать, там, окончательно работать все детали и ревансы, а сразу вы начинаете все как-то делать в рамках сприта. И на этом вы экономите какое-то время, и якобы успеваете обойти всех конкурентов своей гибкостью. Из-за того, что требования в юзер-сторе достаточно детальны, а часто их хочется поработать, их начинают писать прямо вот в тех самых критериях приемки. И зачастую, если посмотреть на какую-то юзер-сторе, то кроме самого вот этого стейтмента, я как полюбийский хочу чего-то, там еще будет три юзер-сторе, неявно прописанные критерии приемки. Там чуть-чуть к другому требования будет выставляться, но все равно. И еще один важный нюанс, что полюбийские истории, они такие не детальные, в первую очередь для того, чтобы, точнее, в первую очередь потому, что это даже не сами требования, это некий алиаз к ним, это повод для обсуждения, чтобы вы в начале спринта с командой собрались, просто смотрели так, тут написано чего-то там одним предложением, а теперь продуктование рассказывает, что ты на самом деле хочешь. И вот вы с командой собрались и все выяснили. Тут на самом деле интересно посмотреть, что вообще, какие критерии выставляются к хорошим коридорским историям, и для примера сравнить, какие критерии выставляются просто к требованиям. Слева это такое достаточно известное мнемоническое правило, называется инвест. Качество ваших колледжских историй выражается этой формулой, чтобы ваши истории должны были независимые, чтобы они друг с другом были не связаны, обсуждаемые, чтобы можно было каждую вытащить и поговорить, выяснить, что это означает. Каждый из них приносит пользу, то есть есть то самое обоснование, их можно все потестировать для этого из критерий приемки. Они небольшие, потому что мы должны успеть их делать в рамках одного спринта. Но их можно оценить, чтобы мы опять успели их сделать в рамках одного спринта. И часть из этого есть в классических критериях просто к требованиям. Вот этот стандарт, это лепылышный, сочный, всех вместе, он называется requirement engineering. Это такой большой стандартик, где написано, какие требования вообще есть, какие они должны быть, чтобы у вас все было хорошо в этом аспекте инженерии. Примерно то же самое, с точки зрения независимости, обсуждаемости, то, что они должны быть необходимы, и нужно делать какую-то фигню, мы не узнаем, зачем ее делать. Их также можно проверить и протестировать, но там вот нету, например, критериев того, что они должны быть небольшие и оцениваемые, ну, потому что классические инженерии требования, она не совсем про методики разработки, и ее вот ваши эти все спринты не очень интересуют. Но, в принципе, да, это достаточно хорошая история. При этом классические, опять-таки, критерии качества требований, они говорят о том, что требования должны быть реализуемы и однозначны. Вот к юзер-сторе это не обязательно. Мы просто что-то напишем в бэклогу, если оно выяснится, что разработчики нам скажут, что мы это сделать не сможем, мы просто выкинем его из бэклога и фиксим. Ну, а значит, то же самое. Мы просто поговорим и все выясним. И вот еще два критерия, они, мне кажется, даже более важны. Классический подход к работе с требованиями говорит о том, что требования должны быть непротиворечивыми и трассируемыми. То есть мы должны понимать, откуда это требование появилось, как оно связано с другими требованиями, ну и так далее, и так далее. И вот здесь у поисковых историй есть некоторые ограничения, о которых мы там чуть дальше, позже поговорим. Ну, что в них хорошо? Во-первых, есть обоснования, это прям важно. Их быстро, понятно, можно написать, и владелец продукта, зам, всяких там аналитиков, инженеров по требованию, не дай бог, может сам все это написать, а потом с командой обсудить. Вот, собственно, все детали обсуждаются там, либо перед принятием историй спринт, либо во время спринта, во время работы. Но они все-таки обсуждаются, и там, команда что-то пытается выяснить, как это будет делаться. То есть, на самом деле, политические истории-то они не отменяют проработку. Никто не говорит, что если у вас отжаял политические истории, то можно же представить, что-то проектировать, можно там, не уточнять требования, а просто там, фигак, фигак, продакшн. Не про то идею. Поэтому вот такой вот иногда подход, когда к историям относятся, как к некоторой волшебной пули, которая моментально снимает сложность, которая ускоряет ее заработку, что вот у нас есть бэклок, потом какая-то магия, мы просто бросаем эту историю из бэклока в спринт, в команду, происходит магия, и потом у нас она классно появляется в продукте. Вот, на самом деле, это не так. И вот эта вся магия, которая внутри спринта происходит, там все то же самое. Там точно так же команда собирается, пытается там в разговорах выяснить все эти требования, поработать их, детализировать, пусть и не явно там, не создавая документы, а просто словами. Потом они что-то проектируют. Перед тем, как, не знаю, писать код, сценарий какие-нибудь напишут, юзкейсы, секвенс-диаграмма, ну что, понятно было, что потом писать-то. То есть тут ничего не поменялось, в большом-то счет. И вот те самые ограничения у политических историй, что они все вперемешку, они не разбиты по тягам, у вас просто плоский бутлок совсем подряд, что у них мало деталей, хотя они, в общем-то, никогда не делись, эти детали все равно придется выяснять, что у вас, из этих политических историй, у них еще и серьезные ограничения, они атомарные. Это даже написано вот в том самом инвестии, не должно быть там армия, они между собой не связаны. Поэтому, когда вы открываете бутлок или даже список сделанных историй, у вас просто плоский список там из, не знаю, 200 несвязанных между собой юзерсторий. И из них понять, как работает система, вообще невозможно. Ну, более того, юзерсторий, они друг друга перекрывают. То есть вы когда-то давно сделали одну пользовательскую историю, потом у вас что-то поменялось, ну, в подходе, там, в бизнесе, и вы решили сделать какую-то другую политическую историю, которую на самом деле дух либо полностью переделывает, либо вообще там отменяет. И вы об этом не узнаете. Поэтому после того, как политическая история была сделана, она бесполезна. Она уже как элемент документации, там, или какого-то источника знания о системе, она им быть не может. Ну, собственно, как предлагает это все обойти в классический agile подход. Ну, вот так. Разговаривать надо. Вы собираетесь, коммуницируете, и все вот детали, все выясняете путем общения. На самом деле, это все классно, и действительно, это хорошо работает, но вы вместо того, чтобы писать документацию, тратить на это время, вы тратите время на разговоры, на постоянные. И тут это никуда не деться, потому что у вас вместо невербального способа общения, письменности, у вас остается только вербальный. Вам надо сесть и проговорить. И тут есть проблемы. Например, что отвлекаются все. Вам, чтобы собраться, что-то выяснить, нужно всю команду собрать. И фронтейнеров, и бэкэнкеров, и тестировщиков, чтобы они все знали, что же мы сейчас будем делать в спринте. На это тратится и время рабочее. И там, а если люди еще не дай бог любят работать в потоке, надо вырвать его, собрать, поговорить, и обратно засунуть. Иногда это не проблема, зато все всегда в курсе, но при этом иногда истории можешь не хватить. Когда их становится очень много, в них даже только кто не начинает путаться, и что же мы делали, и зачем, как это теперь влияет на систему, достаточно сложно. Когда у вас команда становится большой, эффективно обсуждать тоже очень дорого и долго. Когда собирается больше, чем 4 человека в комнате, по моему личному опыту, конструктивность беседы сильно уменьшается. Там уже сложно как-то ее грамотно вести. Приходит новый человек, как ему рассказать, как работает наша система? Сесть и провести ему лекцию. А это нужно потратить время земли, да, время продуктованера, кого-то еще. И когда истории становится слишком много, сложно, и картина проекта, картина системы целиком в голове одного человека помещается уже с трудом, то тут уже яма начинает не хватать какой-то документации, чтобы где-то было хоть как-то записано, как-то все будет работать. Ну и опять-таки, когда команда у вас периодически меняется, если у вас ушел человек, который знал архитектуру всей системы и как она, не знаю, взаимодействует с какими-нибудь пилингами, он ушел, то у вас проблемы. Вам нужно идти копаться в ходе. В принципе, это нормально, если сходство хорошо написано, но если его много и какая-то, не дай бог, микросервостная архитектура, то с этим будут уже проблемы. Ну и тут еще надо помнить, что несмотря на то, что есть некоторое мнение, что Agile вообще категорически противится документации, документация в Agile – это как вахарам, это не так. И никто об этом никогда и не говорил, и Agile, собственно, всегда я пропагандировал, в том же Agile-манифесте, что, конечно, коммуникации важны, но документацию не обязательно выкидывать. И более того, классное дело в том объеме, в котором вам нужно. Just in time. Вот нужна вам сейчас какая-то документация, по что они написали. Вы понимаете, что вы без нее плохо работаете? Ну, значит, нужно и заниматься. И вот здесь нам как раз могут помочь те самые юзкейсы, которым уже лет, наверное, 30 с чем-то. Потому что они, собственно, и придуманы были, чтобы связать разные типы требований между собой, какой-то рассказ. И это достаточно нативная история, то есть люди, в принципе, они общаются между собой рассказами, историями, что я вот пошел, что-то сделал, а потом что-то еще случилось. Поэтому такой некий формат описания, формат документирования, он достаточно легко читается и всем понятен. При этом, когда вот обычно говорят слово юзкейс, у людей бывает такой большой-большой документ, страница на 15, с разными ветками, сложными там способами описания переходов и так далее, и так далее. Но это не обязательно должно быть именно так. И если открыть какой-нибудь классический учебник по юзкейсам, того же самого, как Берна, там есть несколько вариантов написания. Бернфью, когда вы пишете буквально абзац такого-то краткого описания, точнее, да, еще меньше, вы можете просто список своих сценариев внести, уже хорошо, а то вы можете их немножко начать детализировать, просто в абзац, что вообще происходит. Можете написать больше деталей, но не обязательно прям в конкретном углубляться. Либо вы можете написать прям вот все детали с тем, какие методы вызываются, какие там данные, из каких-то табличек базы в базе достаются, у вас получается, в общем, достаточно нетная документация. Особенно это классно, когда у вас какая-нибудь сложная микросервисная архитектура, опять же, и когда у вас из кода непонятно, как они между собой взаимодействуют, потому что зачастую эти взаимодействия могут быть там асинхронные, какие-то сложные, под триггером. И вот тут как раз сценарий достаточно полезный, чтобы это все между собой как-то связать. И есть еще один такой нюанс. На самом деле, вот те же самые юзкейсы, их часто используют, но при этом так их не называют. Если послушать всяких разных дизайнеров, когда они на своей интернете что-то рассказывают, мне часто рассказывают вот прям идеи, точно такие «Блин, вот нам непонятно, как в этом интерфейсе, на этом экранчике как-то будет отработаться полиция». «Давай мы напишем какой-нибудь текст». «Давай». Написали текст. Получился юзкейс. Ну, слово такое не используется, по факту это так. И разработчики то же самое. «Давай, ну, при тем, что написать, разберемся, какие и куда будут вызовы». «Нарисовали секенс-диаграмму». «Кратко написали». Это уже, в принципе, есть юзкейс. И более того, их можно как раз использовать совместно с полициями есть несколько подходов. Ну, из тех, что я знаю и я использовал. Возможно, есть какие-то еще. Я вот почти уверен даже. Самый простой подход. Как я говорил, полиция истории — это просто требования. И к ним можно ровно так и относиться, что у вас есть просто набор плоских требований, плоский набор требований, и вы как-то их клеите на ваш сценарий. Понимаете, что в этом сценарии вот у вас такой-то юзкейс на него влияет, в этом сценарии такой-то юзкейс влияет. И, в общем-то, так можно жить. Ничего там такого плохого нет. У вас просто есть бэкболк с просто требованиями, но требования обоснованы, потому что вы все писали обоснования этих юзерсторий, а потом вы уже начинаете спокойно садиться и проектировать вашу систему. Вот как, прости господи, в рейшнл ехать в процессе 20 лет назад. Ничего не поменялось. Сначала у вас постеписок историй, потом вы их связываете между собой юзкейсами, и вы можете, в принципе, эти истории трансировать на ваши сценарии даже друг на друга. В чем минусы? Ну, это у вас появляется документация какая-то. Надо за ней следить, актуализировать и обновлять. И при этом у вас как был, так и остается упаковка истории, которые вы сделали и выкинули, а юзкейсы и там какие-то еще артефакты, они у вас уже остаются в качестве документации. Второй сценарий, точнее, второй подход к сценариям, это когда мы берем и просто расширяем ваши истории. Это получается достаточно нативно, потому что если посмотреть, то описание истории, тот самый стейтмент, я как пользователь хочу чего-то, чтобы что-то, это вот почти что один в один то, что в классических книжках про юзкейсы пишут, что надо писать в цели юзкейса, в цели пользователя юзкейса что-то сделать. Вот туда стейтмент и уходит. Критерии приемки, на которые вы потом тезкейс повесите, они замечательно кладутся в ожидаемый результат юзкейса, потому что это ровно оно и есть и тоже на ожидаемый результат юзкейса по классическим всем этим канонам, как и так же тест-кейсы пишутся. Получается вот такая штука, что у вас вначале просто стейтмент из юзкейса, дальше у вас какие-то шаги, которые описывают, как это будет реализовываться. Ну и какой-то результат, он же критерий приемки из юзкейса. У нас это даже использовалось, как берем из бэклога какую-то написанную политическую историю, вставляем начало в конец, идем к разработчикам и начинаем типа, ребята, давайте проектировать. Идем к дизайнер, ребята, давайте проектировать. Когда все спроектировали, это все записывается между вот этими двумя кусками и получается в общем-то юзкейс. Вполне неплохо. Но единственный нюанс, который вам позже скажем, тут вот на самом деле можно чуть по-другому это сделать, не брать политическую историю, ее первую часть засунуть начало, а конец в конец, а в середине собственно все спроектировать. А взять и расширить критерии приемки. Кто-нибудь слышал про Керкин? Поднимите руку, пожалуйста. Тогда про разговор расскажу. Есть такая штука, называется Behavior Driving Development. Когда вы прежде, его назвали, он используется вместе с Кокампером, это какой-то фреймворк для тестирования специально. В чем идея, что у вас есть несколько ключевых слов Given and What is and фреймворк, и вы ваши критерии приемки туда пишите, что когда что-то случается и что-то еще случается, то что-то происходит, система как-то реагирует на это все. Вы вот этим более-менее детальным статусом, верным описанием расширяет вашу полисскую историю. В чем профит? Во-первых, он почти что-то человекочитаемый. Для исключения нескольких таких ключевых слов, остальное он просто текст. И самое классное в этом во всем, что при помощи таких всех фреймворков для тестирования того же Кокампера вы это легко автоматизируете. Ему скармливается вот это описание критерии приемки и у вас автоматом получаются моки под тесты, которые проходят тестировщиком, они это все делают как-то дальше расписывают функциями вызова и так далее и так далее и у вас получается набор тест-кейсов сразу как по исходу из бульверской истории. И вот да, соответственно кто-то я видел таких ребят, они начинают этот критерий приемки расширять до юзкейса, когда у вас не просто описание того, что должно получиться в конце, а вот все, что происходит во время юзкейса оно пишется в таком формате формате геркена. И это мне кажется не очень правильно, потому что для критерий приемки это хорошо, когда у вас здесь небольшой текст и в общем-то там особо много читать не нужно. А когда у вас такая простыня на три экрана и при этом вы жестко ограничены ключевыми словами given and and when то читать это уже невозможно и хочется не знаю номерацию шагов какой-то получить, какие-то возможные светвления. В геркне там ничего нет и у вас такая мы не бы так пробовали жить и у вас длинная простыня. Пользователь открывает экран и показывает такое стоящее сообщение и происходит вызов и возвращается чего-то и вот это все. Ну очень прям тяжело читать плюс у Геркина немножко странное название странное если вы знаете что такое юзкейс они называются сценарием грубо говоря они называются фичуп сценарием там внутри а собственно сценарий это у них история ну немножко странно это выглядит когда вы на розыгрыз переводите это выглядит еще более странно поэтому если вы не автоматизируете ваши тесты при помощи ПДД то геркин вам не очень подходит то есть как просто формат описания он неудобно и вот третий способ который я думаю на самом деле самый сейчас удобный для работы с юзер сторием это юзкейс 2.0 они придуманы Айвером Якобсоном собственно один из авторов изначальных юзкейсов достаточно тоже давно как раз для того чтобы связать юзкейсы и вот весь этот аджайл там чуть другой подход мы не расширяем как-то сценарием истории или не ведем параллельно сценария параллельно истории а мы считаем что история это и есть сценарий нужно просто его чуть-другому написать и в чем там идея я тут нагло стащил картинку поэтому немножко сейчас будет светло ваш юзкейс который изначально который изначально могли бы написать он может быть достаточно сложный там несколько шагов какие-то альтернативные варианты какие-то отключения и в бэклок он ложится ну только если большим куском целиком вот когда я говорил про то что можно взять и расширить юзер истории до юзкейса это примерно вот такой подход когда у вас первый и последний шаг это все один большой сложный юзкейс но он зачастую одна большая сложная история но она может не влезть в бэклок целиком или вы не хотите сделать все сразу вы хотите как-то более гибко управлять всей этой штукой поэтому юзкейс предлагает вам сделать пользовательской истории один основной основной сценарий а все остальные из него нарезать то есть у вас из одного юзкейса получается несколько историй основной поток альтернативный поток какие-то исключения какие-то еще варианты вы берете и нарезаете один ваш юзкейс на несколько таких маленьких историй они называют даже story кейсы что-то такое совмещенное и этим достаточно легко можно управлять вы сначала написали юзкейс спроектировали порезали его на юзер story который на самом деле просто куски либо вариация этих юзкейсов и дальше уже их раскидали по своему баклобу и как-то ими управляете делайте в одном инкременте другом инкременте единственный нюанс если у вас в процессе работы что-то поменялось у вас аджай у вас всегда что-то меняется то вам придется пойти исправить юзкейсы которые уже были сделаны то есть тут мы не забавляемся от everhead на документацию и все равно если вы хотите иметь какое-то описание из этого внятное то придется немножко ими заниматься даже после того как история уже сделана вот что хорошо при таком подходе у вас видна общая картина сервота системы и это очень важно потому что даже если вы не хотите тратить времени на документированные детали иметь какой-то вид сверху на вообще что у вас есть в системе и как она может работать какие там есть разные сценарии достаточно неплохо и вот из этих как раз высокоуровневых юзкейсов вот таких достаточно больших опять-таки я вернее яковсен предлагает их если вам не нужно не детализировать их можно оставить достаточно высокоуровневые но даже вот такие высокоуровневые юзкейсы они вам помогают собрать картину того как это работает целиком тут конечно нужно немножко научиться точнее привыкнуть эти истории правильно нарезать так чтобы они у вас соответствовали всем этим критериям инвеста чтобы вы могли их оценить и так далее но опять-таки вам придется актуализировать их поэтому сделать истории выкинуть ну не получится придется в конце посмотреть а не поменялось на что-нибудь на сценариях если поменялось то пойти поправить немножко придется этим позаниматься по моему опыту вот когда что из этого помогло и влетело первый вариант когда у нас отдельно требования плоским списком в виде юзер истории и отдельно юзкейс который их связывает он хорошо работает когда вам уже пришли с какой-то с каким-то бэклогом когда есть юзер истории вам пришли типа вот мы тут продуктованеры все остальные классные ребята придумали требования даже требования бэклог себе набрали и теперь нужно что-то с этим всем делать как-то с этим взлетать и аккуратно просматривайте бэклог и собирайте из всех отдельных юзер истории какой-то юзкейс который уже можно там проектировать пойти там к разработчикам подумать какие-то будут методы еще брать то есть проработать вот этот вот самый бэклог и превратить его в какое-то уже основание чтобы код писать второй вариант который когда мы берем юзер истории и внутрь нее в центр вставляем собственно юзкейс в процессе проработки то есть в процессе принта этот юзкейс у вас наполняется деталями методами если нужно опишенными какими-то описаниями интерфейс и так далее и так далее он хорошо подходит когда у вас большие юзер истории когда они почти как эпики и вам не нужно их прям сильно слайзить у вас могут быть длинные релизные циклы либо команда вообще в принципе там как-то внутри все варит и не нужно иметь отдельные какие-то маленькие истории и тут хорошо взяли эту историю в работу ее проработали детально получили юзкейс и в итоге сделали юзкейс 2.0 тот самый последний подход он классный когда у вас уже есть процесс работы с юзер истории и вы просто понимаете что вам очень не хватает вам не хватает какой-то детализации не хватает какой-то документации то вот их можно попробовать как раз мигрировать в те самые легковесные сценарии хотя бы оставить в виде документации ну и вот несколько таких совсем капитанских вещей в конце вообще иметь какую-то документацию лучше чем иметь никакую поэтому даже если вы постоянно разговариваете туда-сюда у вас все agile коммуникация хоть чего-то там оставить в виде документации а еще если хоть немножко актуализировать это хорошо потом когда что случится к вам придут сказать как все работает ну никто не ответит потому что те кто знают уже ушли и еще такое соображение что вы когда собираетесь все месяцы обсуждаете какие-то решения принимаете на это тратите время и это время оно у вас выходит в песок потому что вы решили проговорили что-то сделали и все и вот это решение нигде потом не остается можно потратить чуть-чуть немножко больше времени его как-то задокументировать соответственно каким-то легковесным юзкейсом ну тут сейчас совсем мемо в топик если вы еще какие-то архитектурные решения принимаете я могу порекомендовать посмотреть очень простую штуку называется ADR архитектурный decision record просто запишите себе что вы решили поменять в системе чтобы потом через какое-то время когда кто-то прошел спросил а нафига мы это сделали хоть как-то можно было поднять и вспомнить что это было не просто так а была какая-то причина еще хорошо иметь какой-то текст потому что он ускоряет процесс обсуждения когда вы собираетесь не просто начинаете на доске туда-сюда квадратик что-то рисовать у вас есть какое-то описание вы пытаетесь понять его надо видоизменить оно попроще получается ну и классические все истории про то что если у вас информация только в головах то если эти головы это делить у вас есть проблемы с другой стороны если у вас появляется документация то надо за ней следить и тут даже первое мое максимум про то что иметь какую-то документацию она тоже спорная потому что хороший вопрос хорошо ли иметь абсолютно устаревшую документацию или лучше иметь никакую уже сложнее поэтому если у вас появляется эта документация даже в виде простых юзкейсов не очень детально все равно за ними придется следить ну и последнее соображение на самом деле такое может быть очень спорное но поддерживать грамотную коммуникацию тоже достаточно сложно когда вы собираетесь общаться общаться конструктивно и так чтобы это не отнимало много времени тоже непросто тут хороший вопрос а может быть иногда иметь какую-то документацию и какой-то процесс первичной поработки оно было бы даже поэффективнее потому что мы не тратили время всех людей на то чтобы как-то обсуждать вот это наверное все что я хотел сказать спасибо что послушали спасибо константин у нас есть 15 минут на вопросы ответы здравствуйте меня зовут Александр Акбар сервовой технологии смотрите такой вопрос идея очень хорошая и на самом деле вот у нас примерно так же но такой у меня лично к вам вопрос у вас аналитики данные постановки для польских историй скажем так юзкейсы пишут когда все по-разному от проекта зависит я могу рассказать это наверное самый сложный процесс который у нас есть на одном из проектов когда приходят продуктов и выбрасывают какую-то хотелку совсем вверх не уровне там прям такой бизнесовый почти уровень приходят к аналитикам типа ребята ну давайте мы это как-то будем делать аналитики базово расписывают юзкейс вот как раз тот подход когда я говорил когда у нас большой эпик фича и она проектирует уже юзкейсом базово расписывают юзкейс с архитектором с одной стороны архитектор ребята классные давайте мы решим вот какие здесь будут методы используют откуда данные брать мы можем сами что-то спроектировать но там нужно ваш финальный это одним концом они пошли а вторым они пошли дизайнерам говорят ребята ну классно если вы конечно сами нарисуете но там хотя бы на чем можно опираться базовые сценарии без особых деталей вот нарисуйте нам в нем магетики мы с вами вместе допроектируем с одной стороны получается вводные от архитекторов они дописываются в сценарии с другой стороны получаются результаты проектирования от ликсеров они тоже дописываются в сценарии ну там фича разрабатывается тестируется релизится и в итоге у нас остается сценарий как документация достаточно такой актуальный но единственное оверхлеп на то чтобы поддерживать это да это есть ну вот я и спрашиваю когда то есть аналитики там с коммуникацией с архитекторами и там с UX дизайнерами получается на спринт вперед это все готовит на 2 на 3 на полгода я понял вопрос да вообще вот сложный проект по нашему опыту зачастую работает такая комбинация классических итеративных подходов и аджайла когда действительно те самые спринты discovery когда аналитик проходит дизайнерсуется они там на спринт раньше чем команды разработки команда разработки получает просто история а вот какой-то сценарий даже если там есть какие-то нюансы которые не устраивают это все достаточно сильно быстрее исправить и обновить чем с этим с нуля хорошо а аналитики у вас в каждой команде или нет зависит то есть у нас команды разные некоторых аналитиков нет вообще они там сами справляются вот я про это и спрашиваю то есть здесь прозвучал тезис что overhead на коммуникацию если просто дальше вообще рассуждать системы бывают разные и вообще вы сами знаете наверное модель кеневина есть да системы подход собственно зависит от того от системы да прогнозируем у нас в хаусе мы работаем сложная система наоборот простая и здесь такой момент что когда команда собирается и прорабатывает вместе там на грунтинге вот эти вещи то это может быть намного ценнее и намного правильнее выбор решения нежели один человек один аналитик только он основываясь на своем опыте или еще что-то написал кейсы постановки и остальные разработчики пошли там беспрекословно это все реализовывать да тут если можно я уже прокомментирую я нигде не говорил про такой подход что вот аналитик он там царь и бог он проектирует он пишет кейсы это действительно не работает и это плохо я говорил про то что там если вы поговорили обсудили надо записать вот ну именно так да у нас груминг проходит всей команды и потом между грумингом и планингом соответственно там где есть аналитики они фиксируют тоже в рамках польских историй юз кейсами определенные детали вот спасибо да еще если можно прокомментирую действительно все зависит от команды и от проекта если ребята делают какие-то достаточно типовые веб-проекты такие понятные истории без особого легоси за спиной то там действительно хорошо сесть пообщаться у вас команда небольшая в общем-то понятно что делать а если у вас сложная система способен с кучей интеграции с кучей провязанной другими векендами с биллингами с чем-то еще то вот так вот сходу на груминге часто непонятно что делать вообще и решить вот как мы будем менять систему можно только после того как кто-нибудь типа аналитик или архитектор закопается во все решение на этой все фигней и примерно поймет что же там нужно там поменять чтобы тут все не упало потому что уже большая большая легоси и вот тут уже немножко отжима начинает программовать и это действительно как бы нормальная история потому что тут же скрам сети вот юзер истории и прочие вещи они же придуманы вот на этапе стартапа когда вы только запускаетесь вам нужна быстро обратная связь нужно много всего переделывать потому что вы еще тонично ниже ищете там пытаетесь как-то влезть а когда у вас уже большая контура у вас уже есть продукт и вас нужно поддерживать то тут даже сам классический скрам говорит что он не очень как бы для этого нужен можно канбан взять еще классический поэтому да все это зависит надо быть гибкими да у нас так есть у нас действительно получается что если так сверху посмотреть у некоторых проектов есть классический руб когда у нас стадии аналитики проектирования они чуть раньше чем разработка и как бы разработка видит как-то бунискрам им просто история прилетает все хорошо то к ним уже как-то и установки написали дизайн как сделали вроде нормально еще вопрос спасибо за доклад очень интересно такой вопрос вот первое два подхода непонятно бхф да а вот третий подход кейф 2.0 не совсем понятно можете практически какой-то пример привести вот мы получается выделили основную составляющую да и включили эту историю в себе ну это например положительный юзкейс когда у нас все положительно сработало и выделить другие например какие-то исключения у нас как с точки зрения взятия задач в спринт на разработчиках вообще практически выходит ну люди собираются если есть аналитики есть продуктов нерах даже разработчики они так на это все смотрят смотрят на это хитрый пас говорят а вот я что будем делать а вот тут если что-то пойдет не так а если не знаю не так платить а вот так платить что будет и это все вытекает из основного пути оно примерно видно тут как раз можно использовать тот самый классический подход к проработке то как с точки как с точки команды Мы таки договорились, мы сначала прорабатываем основную ветку, взяли и реализовали основную ветку, а исключение никакие не реализовали? Ну а это как продукт он не решит, у него будет они списком вот такой, а вот мы будем что-нибудь, их надо спрашивать, а мы будем что-нибудь делать, если у полиса денег нет? Мы говорим, не будем, фиг с ним, ну и ладно, фиг с ним, мы хотя бы знаем, что такое исключение есть, ничего с ним не делаем. А помните, ребята, мы на прошлом груминге обсуждали, что у нас есть такой случай, если у полиса не привязан Facebook, то у него может быть там какие-то поломки, проблемы? Ну да, проблемы давайте делать, начнем делать. Спасибо. Еще вопросы? Все уже устали. У меня есть вопрос, я думаю про ADD Design Decisions, и насколько хороша модель, если вот эти вот записи, то есть если не ввести отдельно в документацию какой-то лист, и эти записи прикрепляются как комментарии к юзер-стори, именно как комментарии к жюри. Ну, вообще про это можно отдельно рассказывать, то есть как ввести описание архитектуры, как поддерживать, что актуально. Обычно, значит, прикладывать к жюри, я, честно говоря, не знаю, наверное, тоже работает, вот эти все ADD инструменты, там их есть несколько разных, они предлагают отдельную диквизиторию просто ввести, говорят, как ChangeLock, где это все примерно видно. Его можно связывать с диктивным жюри, типа, мы тут, не знаю, шардировали базу, потому что смотри там в диктиве, почему. Как-то так можно. Но это все равно некая полумера во всех тех вариантах документирования, когда вы документацию не обновляете, а просто патчете. Как бы у вас много кусок документации, он просто как-то модифицирует все предыдущие куски документации. Когда приходит новый человек и пытается выяснить, как все это работает, читая документацию, ему нужно их снизу вверх всех прочитать, чтобы в голове у него все это как в дите, знаете, там, постоянно сложилась какую-то дифференную структуру. Но, да, это неизбежность. Зато мы не тратим время тоже поакторизировать. Тут всегда вопрос баланса, что, получается, выглядеть недешевле, проще, почему команда больше слоняется, если у вас какие-то есть люди, которые привыкли к такой классической инженерной культуре, они будут прям стараться документировать. Если у вас все совсем модно-модно, то все пока забьют. А когда когда-нибудь столкнет, скажут, говорит, надо что-то делать, и тогда будет решаться проблем с документацией. Я думаю, на этом все. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Еще раз повторюсь, Валиев Константин, совместно используя use case и user story.